Здравствуйте, с вами Михаил Иванович, спасибо вам большое за труд, которого для нас сделать открылся в компании, суммарно резкими протяжами, три месяца совершил 102 сделки, обратил внимание на такой факт, 56 сделок, закрывающиеся по стопой, имеют цены закрытия, отличающиеся от цены, по которой нужно было заходить в худшую сторону, диапазон от одного до пяти пунктов, но это вообще ничего. Скажите, а так должно закрываться ордера, в техподдержке отвечают, что это проскальзивание, это все можно проверить, тут зависит все от одного, когда вы торгуете, в какое время, это очень важный факт. Если вы торгуете ночью, шансы проскальзывания практически стопроцентные, по одной простой причине, потому что в определенные периоды времени падают очень сильно объемы, естественно волатильность в данной ситуации будет совсем другая, если вы торгуете как бы в реальную сессию, то шансы проскальзывания очень маленькие. Если вы пытаетесь торговать какой-то очень сильный пробой, особенно на новостях, проскальзывания будут однозначными, поэтому внимательно посмотрите, в какое время вы торгуете, какие стили торговли вы торгуете, это не важно, что это форекс, на российском рынке также, если вы будете торговать там утром и в пробой, то вас тоже могут проскальзить. Была очень интересная ситуация, мой куратор показывал его нам по выходу из позиции на аэрофлоте, который в принципе торгуется очень много, проскальзило 4 стопа, 4 стопа, не 1, не 5 пунктов, а 4 стопа, вот это, это как бы жесткачь, да, и это на самом деле жесткая ситуация. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова